Молодежный парламент собрался сегодня на очередное заседание. Участие в разговоре с юными коллегами приняла спикер взрослой областной думы Елена Писарева. Сегодняшнее заседание молодежного парламента стало первым в этом году. Ключевой темой вопросов, вынесенных на обсуждение, стало развитие добровольческой деятельности в регионе. В первую очередь молодые законотворцы обсудили прошлогодний опыт волонтеров из районов, активно принимавших участие в акции «Мы вместе». В самом начале мы обучили 13 волонтеров. Они прошли обучающий курс по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации. То есть, когда поступали звонки от тех взрослых людей, которые находились на самоизоляции, обязательно мы отправляли одного из обученных волонтеров. Для района, в принципе, 13 человек нам хватило. Также обсудили вопрос вовлечения кадров для волонтерских штабов. Принимавшая участие в заседании спикер областной думы Елена Писарева, обратила внимание на проблему участия в добровольческой деятельности молодых людей из небольших населенных пунктов. Они жалуются на то, что вся волонтерская жизнь сосредоточена в районных центрах. По словам Елены Писаревой, этот вопрос уже обсуждается с представителями муниципальных властей. Но она призвала принять участие в решении проблемы и членов молодежного парламента. Кроме того, она обратилась к собравшимся с просьбой активнее вливаться в законотворческую деятельность региона. Если вы помните старый состав, который ребята уже давно здесь, то мы занимались с вами законом по молодежной политике, региональным законом. На сегодняшний день этот закон уже в проекте, он уже есть. И, соответственно, я приглашаю вас принять активное участие по его обсуждению данного закона, который будет вынесен на заседание Новгородской областной думы. Кроме того, Елена Писарева предложила молодым парламентариям поработать со старшими коллегами в их округах. Причем помощь пригодится не только действующим народным избранникам, но и тем, кто будет участвовать в осенних выборах. Не оставила спикер областной думы коллег без домашнего задания. На следующее заседание они должны принести свои идеи по обновлению законов, касающихся социальной сферы. Лучшие предложения в дальнейшем будут представлены депутатам основного регионального парламента.